Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Якутск. Сегодня» за режиссёрским пультом Марина Вгородова Николай Слепцов и микрофоноредактор Сергея Антонова. 22 декабря свой профессиональный праздник отмечают работники промышленности, которые охватывают выработку, передачу и сбыт электрической и тепловой энергии. Неустанным трудом энергетиков создаётся одно из самых необходимых, особенно в наших суровых условиях, благ, которые обеспечивают комфорт в наших домах, учреждениях и социальных объектах. Чтобы поговорить о том, с какими итогами предприятие подходит к завершению года, как работает с потребителями, а также что планирует на следующий год, мы пригласили сегодня в студию следующих гостей. Итак, это заместитель директора филиала «Паудальне-Восточная энергетическая компания по сбыту» Дмитрий Русланович Платонов. Добрый день! Здравствуйте! Начальник якутского отделения Валентина Васильевна Ильинова. Здравствуйте! Добрый день! А также руководитель контакт-центра Татьяна Геннадьевна Панзина. Добрый день! Рада приветствовать! Дорогие друзья, наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК Саха. Мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить к нам в студию по телефону 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Ну что же, мы начинаем наш разговор. И первый вопрос я хотела бы адресовать Дмитрию Руслановичу. Итак, каким был уходящий год для вашего предприятия? Год был достаточно насыщенным, плотным на события. Получается, с 1 июля 2021 года энергосбытовую деятельность на территории обслуживания Якутско-Энерго сейчас исполняет филиал ПАО «Дальневосточная энергетическая компания Якутско-Энергосбыт». То есть это сделано в рамках программ Росгидро по совершенствованию энергосбытовой деятельности. И данный филиал сейчас занимается энергосбытовой деятельностью, то бишь мы. И получается, с 1 июля происходят у нас, ну скажем таки, организационные моменты, передача, ну вернее так, формирование самого филиала и подготовка к переходу на новый программный продукт и, ну скажем таки, вот организационные моменты, которые мы, не побоюсь этого слова, успешно преодолеваем. — Все ли районы нашей республики вот вошли в филиал вашей дальневосточной компании? — В наш филиал вошли практически все районы республики, за исключением арктической зоны, где гарантирующим подставщиком является Саха-Энерго, и Нерингринского района, который, ну этот район является тоже подразделением дальневосточной арктической компании только другого филиала Амор Энергосбыта. Ну я думаю, что в 2022 году данный филиал войдет в состав Якутской Энергосбыта. — Каковы ваши цели и задачи, и вообще какие направления в деятельности вы хотели бы отметить? — Ну, цели перед энергосбытовой организацией одни — это сбор денежных средств с минимальными, скажем, потерями в виде списания. — Основные мероприятия — это, ну помимо тех инструментов, которые использует бытовая организация, это для сбора денежных средств, так как проведение ограничений, предупреждений, уведомлений, ну то есть проведение разъяснительной работы, а также претензионной рисковой работы. — У нас появилась новая ветка, ветка развития — это развитие интерактивного общения с нашими потребителями. — Что оно подразумевает? — Ну, оно подразумевает, скажем, бесконтактное общение с нашим потребителем. Это очень, ну скажем, модно, ну скажем, в ногу в эпоху цифровизации, также в условиях пандемии. — Ну, самый удобный, самый приемлемый способ. — Вот, поэтому потребитель, как бы не выходя из своего дома, он может практически узнать о своем потреблении, задать некоторые вопросы, которые его интересуют, ну, получить ответы и также произвести оплату. То есть это, вот, скажем, новая ветка, в которую мы, как ПАОДЭК, будем прилагать достаточно много усилий, много инвестиций в этом направлении. — Хорошо. Дорогие друзья, напоминаем, что мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии 32 00 66 32 11 66. И сегодня у нас в студии находятся сотрудники ПАОДЭК Якутск Энергосбыт. Если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, звоните и задавайте их нашим гостям. Итак, а что в связи с переходом изменилось для наших потребителей? — Ну, мы для себя ставили целевую задачу, чтобы наш потребитель не почувствовал никакой разницы в этом переходе. Ну, считаю, что с этой задачей мы справились. То есть для потребителя никаких изменений, ну, видимых таких изменений, которые принесли бы ему дискомфорт, но он не почувствовал. То есть тарифы за ресурсы остались те же самые. Площадка для личного кабинета и возможности оплаты, она, скажем, тоже не поменялась, даже, можно сказать, удвоилась. Теперь можно произвести оплату не только на сайте ПАО Якутск Энерго, но и на сайте ПАОДЭК. Также можно задавать вопросы на обоих площадках. Вот. И, в принципе, ну, скажем, каких-то таких изменений, ну, произойти не должно. Ну, это, хочу сделать, ну, скажем, акцент, это у нас период становления филиала, поэтому, ну, в дальнейшем мы планируем, ну, скажем, более развить это направление, ну, для того, чтобы, как бы, включить все сервисы, которые у нас вообще существуют. Ну, в связи с этим мне хотелось бы задать следующий вопрос. А каким образом будут определяться теперь тарифы, да, если вы являетесь филиалом дальневосточной энергетической компании, то, соответственно, кто будет выставлять тарифы на электроэнергию? Наши? Наши местные РЭК, либо дальневосточные? Я понял. Вопрос, в принципе, понятен. На данный момент, ну, вернее, даже не на данный момент, а на территории Республики Саха-Якутия у нас цены и тарифы определяет наш регулятор, это Госкомцена Республика Саха-Якутия. И, в принципе, даже здесь не важно, кто являет, ну, кто ведет с бытовой деятельностью. Ресурсомжающей организации является Якутская Энерго. Мы же являемся агентом, который по агентскому договору оказывает услуги по энергосбытовой деятельности. Поэтому, ну, какого-то влияния на формирование тарифов, это, ну, ни коим разем не должно. Хорошо. И хотелось бы знать, намечены ли основные направления развития для филиала вот именно в Якутии на ближайшее время? Ну, с уверенностью могу сказать, что будем развивать вот это новое направление в части интерактивного общения с нашими потребителями, причем не только с физическими лицами, но и с юридическими. Ну, вот это, скажем, наше основное, основное направление. И при этом будет повышаться качество обслуживания с потребителями. Ну, допустим, скажем, будет оказываться, предоставляться возможность обслуживания малоподвижных наших потребителей. Ну, вот, для примера. Хорошо. И следующий вопрос я хотела бы задать начальнику якутского отделения Валентине Васильевне. Скажите, пожалуйста, вот ко дню энергетика раньше энергосбыт всегда проводил акции для своих потребителей, да? Вот эта традиция, она осталась? Да, у нас и в этом году тоже проводятся сейчас две акции. Первая акция – это традиционная «Заплатить долги без пени». Она дает возможность нашим потребителям, которые по какой-то причине накопили задолженность и, соответственно, им были начислены пени, оплатить задолженность без оплаты этих пеней. И вторая акция – мы ее проводим для тех потребителей, у которых также есть задолженность. Обычно мы просим для заключения соглашения о реструктуризации оплаты 30% задолженности сразу. Мы понимаем, что когда задолженность очень большая, это является достаточно затруднительным для потребителя. Мы, в принципе, всегда заключаем соглашения и на других условиях тоже, ну, по крайней мере, рассматриваем такую возможность и принимаем индивидуальные решения по обращениям. Но сейчас принято решение, что для всех потребителей мы предоставляем возможность заключить соглашение о реструктуризации с оплатой первоначального взноса всего 10 или 15%, ну, в зависимости от суммы задолженности и того периода, на который будет заключено соглашение о реструктуризации. Вот такие две акции. И также мы в этом году уже провели тоже две акции другие. Хорошо. А как не допустить образование задолженности? Вот что вы могли бы посоветовать нашим якутянам, потребителям? Ну, прежде всего, это платежная дисциплина, да. Это не только постоянная оплата в одни и те же сроки, но это и постоянная передача показаний приборов учета, если они у вас есть. То есть вот в первую очередь просто приучить себя к тому, что вы передаете показания по закону с 23 по 25, мы обычно и дольше принимаем показания, до 28 числа, как правило, и оплачиваете после того, как вам будет выставлен платежный документ, это с 1 по 10 число. То есть вот в этот период всегда надо платить. Два действия — передать показания в конце месяца и оплатить в начале месяца. В общем, все достаточно просто. Ну и современный мир предполагает, что можно настроить напоминания на телефоне, на компьютере, чтобы у тебя просто высвечивалась вот такая напоминалочка. И также некоторые банки дают возможность сделать автоплатеж. То есть вот, например, Сбербанк, ты можешь настроить постоянный автоплатеж, и всегда у тебя будет одна и та же сумма списываться. Ну и такой вопрос, который, я думаю, задают довольно-таки часто. Зачем нужно ежемесячно передавать показания счетчиков? Вот как раз для того, чтобы не накопить задолженность. Многие потребители наши думают, что если ты не передаешь показания, то и никакого расчета не будет. Ну удивляются, как так? Я же не передавала показания. Откуда вы знаете, какой у меня долг? Или, ну что вы там вообще могли рассчитать, да? То есть, или почему вы вообще считали? То есть вот такие вопросы появляются. Но дело в том, что действующее законодательство, оно предусматривает, что расчет у тебя будет независимо от того, передал ты показания или нет. Просто применяются расчетные способы. То есть, например, когда вы совсем не живете и ничего не потребляете. Ну так бывает. Значит, нужно передавать показания прибора учета, но передавать их с нулевым расходом. Ну то есть такие же показания, как были до этого. Если, в принципе, так случилось, что вы показания не передаете, если это не очень продолжительный период, время не продолжается, да, обычно ничего страшного не происходит. Ну то есть 2-3 месяца расчет по среднемесячному потреблению, потом вы передаете показания и происходит перерасчет. А вот если это происходит дольше, тут уже может случиться неприятная история. Мы же не знаем, что вы не живете. Мы не знаем, какие показания прибора учета, какой по-настоящему объем потребления. Возникла задолженность. За задолженность можно попасть на ограничение. Это всегда бывает неприятно. Хорошо. Этот совет, наверное, можно посоветовать и дачникам. Почему? Потому что, скажем, на даче мы живем, наверное, месяца 4. Все остальное время мы электроэнергию не потребляем. Да, совершенно верно. Но дачники у нас есть две категории дач. Дача, которую мы считаем круглогодичной. Обычно это предполагается, что есть какая-то система отопления. Либо это централизованное отопление, либо это газовый котел стоит. То есть та дача, на которой возможно проживание в течение года. И есть дачи сезонные. По дачам сезонным, когда заканчивается летний сезон, просто начисление отключается. Если дача круглогодичная и предполагает возможность проживания зимой, то начисление не отключается. Но и в том, и в другом случае желательно все-таки показания прибора учета передавать. Тем более, что есть возможность сделать это через личный кабинет. Это очень быстро. Это очень удобно, да? Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Это программа «Якутск. Сегодня». Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. 22 декабря свой профессиональный праздник отмечают люди, которые обеспечивают нас жизненно необходимыми благами, теплом и энергией. Итак, гости нашей студии сегодня – это сотрудники ПАО «ДЭК» «Якутская энергосбыт». И мы сегодня говорим о деятельности предприятия, о планах нам предстоящий год, а также отвечаем на вопросы наших телезрителей и радиослушателей. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК «Саха». Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии – 320066, 321166. Пожалуйста, звоните и задавайте вопросы. Ну что же, а мы продолжаем беседовать с начальником якутского отделения Валентиной Васильевной Ильиновой. И мой следующий вопрос. Вот в последнее время все больше граждан переходит на прямые договоры с вами. Вот как заключить такой договор? Да, дело в том, что это такая форма взаимоотношений, на которую нельзя перейти одному. Не можешь ты лично решить, что ты в квартире заключишь прямой договор. Основанием для перехода на прямые договоры является либо решение общего собрания собственников, то есть вы как собственники можете инициировать проведение такого собрания и принять соответствующее решение, либо наличие задолженности у исполнителя коммунальных услуг, ну то есть у управляющей организации, либо ТСЖ. Когда такая задолженность возникает более чем за два месяца, и она подтверждена либо судом, либо актом сверки, мы как гарантирующий поставщик, как теплознабежающая организация можем принять решение и перевести на прямые договоры весь дом, тоже целиком. Когда мы переходим на прямые договоры, в чем здесь особенность? В этом случае человек нам платит именно за квартирное потребление. За оплату общедомовых нужд, ну или содержание общего имущества, по-другому может это называться в квитанции, человек должен продолжать платить управляющей организации. Мы можем перейти на прямой договор, например, только по одной услуге. Ну то есть если задолженность возникла только по теплу, то может быть так, что будет переведено только тепло на прямой договор, а электрическую энергию, горячую воду нужно будет продолжать платить управляющей организации. Обычно мы стараемся, конечно, в комплексе все услуги забрать, чтобы потребителю было удобнее платить сразу за вот эти все коммунальные услуги нам вместе. Как можно перейти? Вот я сказала, в принципе, два способа есть. То есть если вы самостоятельно хотите, ну вот вам нравится такая форма, может быть бывает, что у человека есть две квартиры, и по одной уже такая форма реализована, ему понравилось так оплачивать все. Вот в этом случае, да, он может и во втором доме тоже провести общее собрание, представить нам протокол. Если все будет хорошо, то мы переведем, ну если протокол соответствует законодательству, мы переведем весь дом на прямые договоры. Многие люди, кстати, очень положительно оценивают такую форму взаимоотношений, потому что, ну, все понятно, все прозрачно. У управляющей организации все вроде бы с одной стороны все вместе, это тоже в чем-то удобно, да, когда ты так платишь, но с другой стороны все вот когда оно вместе, оно все теряется, а тут ты понимаешь взаимоотношения с каждым поставщиком и не переживаешь, что управляющая организация не доведет твои деньги до поставщика. У нас телефонный звонок, давайте его примем. Алло, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хочу оплатить теплоэнергию и свет через онлайн, но никак не могу найти свой счет и управляющую компанию Лонгенова 42-2, комната 15-Г. И вообще я написала, да, свой счет и свой адрес, и вообще ничего нету. Можно я отвечу? Да, пожалуйста. Мы с вами свяжемся по вашему обращению, если вы напишите его либо на сайте, либо сейчас мы запишем ваши контактные данные, завтра мы вам перезвоним, уточнимся по вашим оплатам и предоставим вам информацию, как найти лицевой счет и как оплатить. Хорошо, мы продолжаем наш разговор. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, поэтому вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 32 00 66 32 11 66. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии сотрудники ПАО, ДЭК, Якутск, Энергосбыт. Следующий вопрос. Вот как дистанционно передать показания счетчиков? Все-таки у людей остаются вопросы. Хороший вопрос на самом деле, потому что не всегда удобно прийти в кассу и передать показания. У нас принимают во всех пунктах приема платежей, у нас есть ящики для приема показаний, но, как правило, человеку гораздо удобнее делать это из дома. Ну, современный мир таков. Поэтому те способы, которые мы предлагаем, это, во-первых, это наш сайт. Точнее, сайт Якутск Энерго в данном раскладе, но он нужный сайт АДЭК. Показания прибора учета там передаются через специальную форму без регистрации. То есть ты передаешь показания, именно не регистрируясь в личном кабинете. Это вот как раз для того случая, когда ты, ну, вроде бы хотел, но почему-то еще не успел. Да, так получилось, что не случилось. Второй способ – это, собственно, регистрация в личном кабинете. То есть ты можешь зарегистрироваться, и там уже у тебя будут на постоянной основе все твои приборы учета. Ну, хочу обратить внимание, что ты можешь зарегистрировать несколько лицевых счетов, то есть несколько адресов, и передавать показания прибора учета по всем таким адресам. Это касается и электроэнергии, это касается и горячей воды тоже. То есть эти показания и те, и те можно спокойно передать. У нас есть голосовой, скажем так, помощник, когда ты звонишь по телефону 8 800 100 2205, следуешь указанием помощника и вводишь с телефона прям кнопочками, циферками свои показания прибора учета. Точно так же он тебе предложит ввести показания прибора учета отдельно по электрической энергии, отдельно по горячей воде, если у тебя есть счетчик горячей воды. Ну, если у тебя их два, так бывает у многих потребителей, то тоже последовательно по каждому счетчику будешь вводить показания. Можно передать показания прибора учета по электронной почте. У нас есть специальный адрес электронной почты PU-собачка-якутско-энерго.ру. Ну, PU, две буковки, прибор учета, как будто бы, да, английскими пишем. Вот на эту электронную почту также к нам приходят показания прибора учета. Можно передать показания, если ты производишь оплату через Бирбанк, то там есть специальная форма. То есть когда ты платишь, там он прям предлагает, он показывает твои предыдущие показания, предлагает ввести текущие показания прибора учета, проходит оплата и приходят показания, они также попадают на лицевой счет. Я сама предпочитаю личный кабинет. Это намного удобнее, да? Я бы даже дополнил, что личный кабинет — это наиболее предпочтительный. Потому что если у тебя есть личный кабинет, то платежный документ тоже может приходить на электронную почту. То есть мы как гарантирующий, ну вернее так, как агент, оказывающий услуги гарантирующего поставщика, обязаны предоставлять документы в бумажном носителе. Вот, когда потребитель получает документы через электронную почту, то есть экономится бумага, ну скажем, это такой некий экологический жест для экономии бумаги в целом. Ну да, это еще и самый быстрый способ. То есть там практически моментально в лицевом счете появляется информация, когда так передаются показания. И хранится бессрочно. Хорошо. Нужно ли пломбировать счетчики после заключения договора? Да, вот скорее всего, смотрите, у нас есть заключение договора в процессе технологического присоединения. Такое понятие, когда новый объект присоединяется. Там вся процедура пломбировки учетов, она происходит в процессе технологического присоединения. Прибор учета уже оказывается допущен в эксплуатацию. И есть, скажем, новые потребители, вот, например, при прямых договорах, да, которые переходят. То есть если у вас был прибор учета опломбирован, вот просто вы купили квартиру, например, то никакой новой пломбы не нужно. То есть мы были поставщиком, мы опломбировали прибор учета, вы приобрели квартиру, конечно, старая пломба остается. При переходе на прямые договоры ситуация немного другая. Ваши приборы учета могут быть либо опломбированы управляющей организацией, либо в принципе не опломбированы. Мы достаточно часто это встречаем при переходе на прямые договоры, когда управляющая организация просто не опломбировала счетчики. Когда мы берем дом на прямые договоры, мы вывешиваем объявления и начинаем массовый обход. То есть мы там прописываем, когда мы будем ходить, и в дату там в определенное время приходим и массово допускаем все приборы учета, ну, те, к которым нам удалось попасть. Если приборы учета электроэнергии, допустим, установлены на площадке, то мы их пломбируем все, вот все, что есть. Бывает так, что у многих приборы учета установлены в квартире, ну, особенность домов, да, такая, новые, старые дома такие есть. Ну, и приборы учета горячей воды чаще всего установлены в квартире. Поэтому если мы не попадаем, вас нет дома, мы не смогли попасть в дом и опломбировать прибор учета, мы все равно пользуемся той информацией, которую нам предоставила управляющая организация. То есть они предоставляют нам данные о приборах учета, марки, типы приборов учета, там, номера, показания на момент перехода. И эти данные мы заносим, ну, при наличии возможности, потому что иногда, к сожалению, у управляющей организации бывает так, что у него марка прибора учета горячей воды, например, указана вообще-то такая, которая есть только у прибора учета электроэнергии. Ну, вот, к сожалению, почему-то их это не волнует, да, какая именно марка. Вот, если мы можем все-таки, все данные достаточно, мы ставим прибор учета на лицевой счет, начинаем принимать показания, осуществлять по нему расчет. Но впоследствии, естественно, при попадании в квартиру все равно прибор учета пломбируется. Если вы видите, что, ну, узнаете от соседей, что у всех прошли, приняли прибор учета, а вы не смогли присутствовать, вы можете также подать заявку на допуск прибора учета в эксплуатацию, ну, вот на его пломбировку повторную, правее не сказать. Тогда мы уже по заявке все это отработаем, отдельно приедем и опломбируем счетчик. А если человек не заключил договор, то нужно ли продолжать платить в управляющей компании? При переходе на прямые договоры, да, видимо, имеется в виду. Да, вот получается так. Когда мы открываем лицевые счета в доме, мы открываем лицевые счета абсолютно для всех потребителей. Они не открываются постепенно, да, вот кто принес документы, кто заключил договор. Лицевые счета открываются массово. Все, вот строение, весь дом, как он есть. Первая квартира, вторая, третья и так далее. И мы начинаем начисление. Управляющая организация, мы ей пишем письмо о том, что с определенной даты мы берем дом к себе на прямой договор. С этой даты она уже не может рассчитывать квартирное потребление. То есть просто не может предъявлять. Поэтому для добросовестных управляющих организаций человек просто даже не сможет физически, скажем так, заплатить, ну, в силу того, что у него в этой строке не будет квитанция. Ты можешь просто суммой больше заплатить, но тебе управляющая организация не выставит эту сумму просто к оплате. Но бывает так, что в силу каких-то технических моментов, да, то есть, ну, как-то не поняли друг друга управляющая организация, либо просто недобросовестно поступила и не закрыла лицевой счет. И тогда у человека есть реальная возможность оплатить управляющей организации. Но делать так не нужно. То есть если вы видите объявление о том, что произошел переход на прямой договор, и такие объявления, соответственно, тоже вывешиваются в домах, то необходимо оплачивать именно за эти услуги уже в адрес наш. У нас телефонный звонок. Алло, добрый день, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. У нас дома очень холодно, скажем, да, это я от имени всего дома, наверное, звоню. Ваш адрес? Все дома, например, мы в месяц заплачиваем, ну, от силы тысяч рублей в месяц, да. А прошлый год и в этом году у нас набегает до трех тысяч. Почему? Потому что мы постоянно с утра до вечера, днем и ночью пользуемся обогревателями. И кто в этом виноват, и кто должен нам как-то восстановить или оплачивать? А адрес вашего дома, будьте добры. Что? А адрес дома, пожалуйста. Проспект Ленина, 23. Хорошо, спасибо. Спасибо, попросим прокомментировать. Да, я отвечу. В соответствии с действующим законодательством, вот ПАУ Якутск-Нарка, как поставщик услуги, несет ответственность за качество услуги до границы раздела. Эта граница определяется в документах о технологическом присоединении, подключении, ну, в актах раздела границ, балансовой принадлежности. По общему правилу, это внешняя стена дома. Ну, то есть чаще всего граница бывает установлена вот так, внешняя граница стены дома. Соответственно, если нарушение качества происходит в сетях Якутск-Энерго, то при установлении этого обстоятельства мы делаем перерасчет размера платы за отопление. Я так понимаю, что здесь речь шла о том, что увеличился размер платы за электроэнергию. Но за электроэнергию все-таки человек оплачивает именно свой реальный объем потребления, а вот плата за отопление пересчитывается. Для того, чтобы это было осуществлено, нужно подать заявку, то есть заявить о некачественной поставке. Хорошо, мы поняли. Спасибо. И, дорогие друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламную паузу, после чего вновь продолжим наш разговор. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. 22 декабря свой профессиональный праздник отмечают люди, которые обеспечивают нас жизненно необходимыми благами, теплом и энергией. Итак, гости нашей студии сегодня – это сотрудники ПАО ДЭК Якутской энергосбыт. И сегодня мы говорим о деятельности предприятия, о планах на предстоящий год, а также отвечаем на вопросы наших телезрителей и радиослушателей. Напоминаем, что наша программа выходит одновременно на телевизионном и радиоканале НВК САХА. Мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашей студии – 32 00 66, 32 11 66. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. А мы продолжаем отвечать на вопрос предыдущего нашего телезрителя, радиослушателя, о том, что увеличились платежи в связи с тем, что в домах у нас холоднее. Да, ну вот я закончу про отопление. Есть ли тут, может быть, две ситуации, когда договор теплоснабжения у потребителя заключен непосредственно с Якутской энерго, и когда он получает эту услугу через управляющую организацию, то есть оплачивает за отопление управляющей организации. И в том и в другом случае управляющая организация может подать заявку так же, как и потребитель непосредственно, ну, пожаловаться на то, что холодно, и будет проведена проверка. То есть в этот момент осуществляются замеры показателей теплоносителя и сравниваются с тепловым графиком. Для каждой ЦТП есть свой собственный график, по которому происходит регулировка. Если в момент замеров мы видим, что температура ниже, чем должна быть по графику, соответственно, будет произведена регулировка и будет добавлена температура теплоносителя. Бывают ситуации, в которых, ну, в силу каких-то особенностей дома, может быть, очень старые, большие теплопотери через перекрытие, очень холодно, независимо от того, что сама температура на подаче, она в норме. В этом случае при наличии приборов учета управляющие организации, бывает, обращаются и просят завысить подачу теплоносителя, то есть сделать его более горячим, в общем, если простыми словами. И якутская ТЭЦ совместно с нашей энергоремонтной компанией производит регулировку немного выше графика, ну, добавляется в несколько градусов для того, чтобы в квартирах было комфортнее, но и платить за это тоже приходится больше, соответственно. Следующий вопрос. У человека, например, проходит ремонт, ну, или аварийная ситуация возникает, бывают такие случаи, да? Есть необходимо срывы пломбы, вот в этом случае что делать, как поступить? Да, вот все ситуации такого типа можно разделить на две, да? Это либо аварийная ситуация, либо это вот не связанная с аварией ситуация, когда нужно просто снять пломбу, но это не нужно сделать прямо вот в сию секунду. Аварийная ситуация предполагает, что у тебя, ну, что-то задымилось, оплавилось, да, то есть возникает реальная возможность пожара, да? Если вы видите такую ситуацию, то нужно постараться все-таки успеть зафиксировать наличие пломбы на фотографии, либо на видео, ну, для того, чтобы потом при подаче заявки можно было приложить доказательства, что это произошло экстренно, и вот, ну, по таким причинам. После того, как пломба снята, нужно сразу подать уведомление о том, что вы вынуждены сняли пломбу. В зависимости от того, это частный сектор, либо это многоквартирный дом, квартира, заявку нужно подать либо в первом случае в сетевое предприятие, это можно сделать также через наш центр обслуживания потребителей, Федора Попова, 21, там принимают абсолютно все заявки, независимо от того, частный дом у вас или квартира в многоквартирном доме. Ну, соответственно, во второй ситуации такую заявку нужно в любом случае подавать нам, неважно, то есть, в принципе, вот те способы, про которые я рассказывала, по электронной почте, через личный кабинет, подать обращение на сайте, есть такая возможность, всеми этими способами также. Ну, вот желательно для того, чтобы потом при разборе ситуации были учтены, вот все вот эти обстоятельства, все-таки постараться сделать либо видео, либо фотографию. Иногда привлекают управляющую организацию, ну, для того, чтобы последствия это зафиксировать, то есть, управляющая организация составляет акт. Дальше, если это ситуация, которая никак не связана с аварией, то есть, так бывает, что человек решил сделать дома ремонт, и, например, передвинуть прибор учета, он стоит в не очень удобном месте, да, сделать под него отдельное место. В этом случае, когда нет никакой экстренности, законом предусмотрено, что потребитель подает заявку, извещает о том, что он собирается демонтировать прибор учета, ну, либо, там, снять пломбу с него. Делается это, вот сейчас точно не соврать, ну, за два дня точно, да, минимум. Вот он указывает время и дату, в которой он собирается снять пломбу по правилам. И дальше эта заявка отрабатывается, то есть, к нему приходит контролер. Хорошо, у нас вновь телефонный звонок. Алло, добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот проживаю в Тампонский район, поселок Джебарь-Тихая, Иванов. Вы не подскажите, куда что обратиться. Куда обратиться? У нас не работает, управляющей компании нету с самой осени. Вы хотите, чтобы у вас появилась управляющая компания? Нет, дело не в них то, что я хочу, а засвет в калидоре высчитывают постоянно энергосбыт. А там лампочек нету. Они, где должны стоять лампочки, они поштучно высчитывают и все. Вот как этот вопрос решить? Хорошо, и еще один телефонный звонок, давайте сразу примем. Алло, добрый день. Алло. Да, слушаем вас. День добрый. Добрый день. Так, у меня такой вопрос. Технологическое подключение, то есть, опломбирование счета в доме есть, но договора на обслуживание нету, и, соответственно, нет лицевого счета, по которому можно оплатить образовавшуюся задолженность, и куда с этим вопросом обратиться. Хорошо, давайте последовать. Да, давайте с Тампонского сначала. У нас действительно в Тампонском районе есть управляющие организации, которые перестали обслуживать дома. И когда такая ситуация происходит, мы начинаем самостоятельно выставлять плату за вот эту услугу электроэнергии на общедомовые нужды. Дело в том, что вот люди немножко неправильно понимают саму суть этой услуги. Это не только освещение подъезда, это и потери во внутридомовых сетях, это всевозможное технологическое оборудование. Ну, понятно, что там лифтов, вероятнее всего, нет, да, раз мы говорим про джибарики. Но, ну, в общем, то есть вот это все в совокупности — это общедомовые нужды. И плата не рассчитывается по количеству лампочек, она рассчитывается через норматив, ну, либо, если есть общедомовой прибор учета, пропорционально от прибора учета. Поэтому пересчитывать количество лампочек просто бесполезно. А как заставить обслуживающую организацию работать, то есть если она, в принципе, есть, нет управляющей, но есть какая-то обслуживающая. У людей должен быть договор с обслуживающей организацией, если она не исполняет обязательства по договору, они могут именно за эти услуги, это жилищные услуги, техобслуживания не оплачивать, либо оплачивать в части, либо в судебном порядке, изменять размер платы, либо обращаться в контрольные надзорные органы, чтобы они вот это сделали. То, что касается второго вопроса, действительно, у нас был часть периода, когда мы переходили, и некоторые лицевые счета у нас не появились, скажем так, в базе, то есть на них был заключен договор техприсоединения, выполнен. Но чтобы решить эту ситуацию, нужно будет либо мне узнать контактные данные человека, который позвонил, ну, либо чтобы человек позвонил по телефону 49-79-83, попросил связать со мной, то есть, прямо сказать, что начальник якутского отделения вот попросила связаться после эфира. И мы с вами обговорим, какой у вас адрес, найдем ваш лицевой счет в базе. Хорошо. Следующий вопрос я хотела бы задать Татьяне Геннадьевне. Какие сервисы у нас есть для улучшения качества обслуживания, которые уже работают и внедрены? Ну, вот в нашем сегодняшнем общении мы очень много упоминаем такие термины, как личный кабинет, сайт, электронные сервисы. Действительно, это направление приоритетное для нас. Как и Дмитрий Русланович сказал, что в дальнейшем мы будем стараться развивать электронные сервисы. Почему? Потому что это быстро, это доступно, это удобно, это сейчас уже требование времени. У нас пользователей личного кабинета порядка 110 тысяч. Это почти что, ну, больше 40% от всех прямых получателей услуг. И наблюдая за ростом количества наших потребителей, кто регистрируется в личном кабинете, мы, конечно, можем делать выводы, что этот сервис очень востребован. Не нужно никуда ходить, не нужно стоять в очереди. Особенно в нашем холодное время. Не нужно мерзнуть. Но еще и пандемия, конечно, сыграла свою роль. Люди регистрируются в личном кабинете, пользуются, постоянно растет количество онлайн-платежей. А вот как быстро происходит вообще обмен информацией через личный кабинет? И, например, в течение какого времени зачисляются средства? Ну, вот это преимущество именно оплаты через личный кабинет. Когда вы пользуетесь сайтом ПАО Якутск Энерго или ПАО Дальневосточной энергетической компании, сейчас можно и на одном, и на другом ресурсе сделать оплату, деньги сразу же поступают на ваш лицевой счет, а на вашу электронную почту приходит электронный кассовый чек. Кроме того, вы подписываетесь на электронный платежный документ, и у вас под рукой всегда есть этот документ, эта квитанция, по которой вы можете оплачивать. Такой платежный документ не затеряется, нигде-то не заваляется в подъезде в почтовом ящике. Он всегда в вашем гаджете, в вашем устройстве, всегда под рукой, и вы можете за любой интересующий период задать дату и скачать этот платежный документ. Где можно получить консультацию по дистанционным сервисам? Например, у пожилых бывают вопросы, сложности? Люди старшего поколения привыкли пока что ходить в центр обслуживания потребителей. Администраторы всегда с удовольствием помогают, подсказывают, как зарегистрироваться, как совершить платеж. Но кроме этого, есть у нас на сайте подробная инструкция. Кроме того, диспетчеры контакт-центра всегда подсказывают, рассказывают, как можно зарегистрироваться, как совершить платеж. Телефон контактного центра многоканальный – 8 800 122 05. Для того, чтобы связаться с диспетчером, нужно в авто-меню нажать кнопочку «3». Диспетчер подробно расскажет о том, как нужно будет зарегистрироваться или оплатить в личном кабинете. Ну и вот, конечно, наличие электронной почты у потребителя в нашей базе также очень существенно облегчает наше общение, нашу обратную связь. Люди задают вопросы, мы стараемся на эти вопросы дать подробные ответы. И, конечно, электронная почта – это не какое-то другое средство связи, которое связано с затратами временными. В электронной почте ответ сразу всегда у человека уже в ящике. Наша встреча проходит накануне вашего профессионального праздника. Он уже завтра, самый короткий световой день. Ну и Новый год у нас на носу. Ваши поздравления и пожелания хотелось бы услышать. В преддверии нашего праздника хотел бы всем коллективам нашей отрасли пожелать безаварийной работы, устойчивого развития нашим потребителям счастья, здоровья, не болеть и не допускать образования дебиторской задолженности. Ну что же, мне же остается в завершении нашего разговора, во-первых, поблагодарить вас за участие в нашей программе и еще добавить свои пожелания, дорогие энергетики. Постарайтесь, чтобы в каждом доме, в каждой нашей семье всегда было тепло и свет. Дорогие друзья, это была программа «Якутск сегодня». Сегодня ее подготовила и провела редактор Средлана Антонова. Всего вам самого доброго и до свидания.